Ярко-зеленое поле блестит на солнце. На спортплощадке снова много детей. Так же, как до наводнения в 2015-м. Тогда поток воды фактически уничтожил покрытие стадиона 53-й школы в Адлере. Обновленную площадку открыли в торжественной обстановке. Восстановить ее удалось благодаря средствам краевого бюджета. Из казны региона на ремонт поля выделили 4,5 миллиона рублей. Мы работаем над исполнением нацпроекта долголетия. И естественно, что самая главная составляющая всех нацпроектов – это как раз и есть спорт, который может увеличить и качество жизни. Поэтому мы, конечно, очень рады каждому событию. И мы очень рады, когда появляются все новые и новые спортивные объекты. После ремонта 2,5 тысячи детей теперь снова могут заниматься спортом на стадионе – гандболом, легкой атлетикой и футболом. В 53-й школе развитию физкультуры уделяют особое внимание. Ученики Адлерской школы – победители краевых и всероссийских турниров. На поле выходят спортсмены, на груди каждого с десяток медалей. 70% из этих ребят занимаются в секциях, не покидая школьных стен. Мы безумно счастливы. Этот стадион, на мой взгляд, стал еще лучше, чем был. Поэтому слова благодарности не только от администрации школы, педагогов, но и от всего социума, чайсовхоза. Мы счастливы и благодарны. Техническое состояние спортобъектов – один из важнейших для города вопросов, отмечают в мэрии. Из казны города на ремонт и благоустройство площадок для физической активности каждый год выделяют значительные суммы. Город уделяет огромное внимание спортивным объектам. В этом году из муниципального бюджета нам выделили деньги на благоустройство трех стадионов, деньги в размере 14 миллионов на три стадиона и на ремонт 13 спортивных площадок – 16 миллионов. Всего же в Сочи в учреждениях образования пять стадионов, 76 спортплощадок и 93 спортзала. Благодаря такой материальной технической базе в Сочи спортом занимаются более 36 тысяч детей.